ПЕСНЯ 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 Отец наш небесный, благодарим Тебя за то, что собрал нас сегодня, за то, что мы прожили эту неделю живые и здоровые, собрались для того, чтобы изучить Слово Твое Святое. Господи, благослови нас на этот час, открой наш ум к разумению Писания Твоей, Господи, дай нам мудрости исполнить волю Твою Святую, а Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки, 20 глава, 9-16 стихи. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. И отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба. Читали ли? Семнадцатый. Семнадцатый, девятнадцатый. Бумажки, да, виски, какие качаи, каждый раз говорю. Ага. Но он взглянув на них сказал, что значит сие написанное. Камень, который отвергли строители, тот самый сделал с огловой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что они сказали на эту притчу. Толкование. Сначала сами они произнесли прибыль, как передает Евангелист Матфей. А потом, догадавшись, к кому относится притча, именно что она на них-то и сказана. Сказали опять то, что передает теперь Евангелист Лука. Именно. Да не будет. Что же Христос? Он приводит и другое свидетельство из Псалмов Давида. 117-й Псалом 20-й стих. Себя называя камнем, а самих учителей строящими. Подобно, как и пророк Иезекиил говорит. И когда он строит стену, они обмазывают его грязью. Иезекиил 13-10. Одна погибель душ их, которую они потерпели за то, что соблазнились. Ибо всякий падающий на сей камень разобьется. Другая погибель от пленения, которое далел на них камень сей за свое уничижение от них. Ибо на кого сказано упадет, того раздавит. Иудеи раздавлены и рассеяны так, как Микина от одного гуна Палестины во весь мир. «Примечай же то, что прежде они упали на камень сей, то есть соблазнились, а потом уже камень упал на них и наказал. Ибо прежде совершается мною грех, а потом меня постигает праведное наказание от Бога». Вы приводили в пример, что вы задавали вопрос евреям о том, что за что их Бог на столько лет рассеял. То есть, если они Иисуса не признают за Бога, что до этого на 70 лет в плен уходили, а тут на 2000 лет я считаю, что Бог рассеял их. Вот такой верующий человек, отец, воспитывает сына, учит его правильно веровать, молиться, защищаться, внушаться идолам, а сын вырос, связал отца и приносит жертву идолам. Это вообразить даже нельзя. Это какая трагедия для отца. Вот это самое будет с еврейским народом. И учили день и ночь, а они примут антиксисто вместо Бога. Христос говорит, меня не примет, но придет иной, и его примет. Иной – это антиксисто. Всю жизнь учили пророки их бояться греха, бояться того, что против. Какое общение у Христа с Велиаром, у света со тьмой. И сберут одну тьму. И воцарят его над всем миром. А то мы сегодня говорим, данное-то по войне. А раньше было как? Воюют. Погибло 100 человек. И из них, из 100 человек, 95 военные, а 5 гражданские там где-то захватили рядом. Сегодня война такая, 5 военных, а 95 мирного. Она обманула атомной бомбой, и все. Сегодня выжженная земля остается. Такой войны никогда не было. Лазер. Он уже в лазере действует. Он же самолеты лазером сбивает. Сегодня, смотри, а лопаты какие идут. И Господь говорит, приготовься. А можно этого избежать, чтобы Христос мирно сошел на землю, и мир закончился? Теоретически, можно бы думать, но практически нет. Они убили веру в Бога. Он сына послал взять плоды добрые, а получилось наоборот. Каждая четвертая семья у священников разрушена. У священников. Священники. Узнаю, говорю, он живет в другой там уже. Матушка здесь, он живет в другой, и ходит исправлять службу. Данные приводят, священник, я сегодня смотрел, доклад на эту тему. Что делают? Вот отпрещают, на его место ставят, а там еще не лучше. Эта война-то хуже всего. А война придет от уже на этого, то, что сейчас ковыряем ее. И Бог это выжит все огнем. Как первый мир был потоплен водой, то второй мир будет сожжен огнем. Это надо приготовиться. 7.39, Иерахов говорит, помни последний день. И в обед не все грешишь. А где помнят? В любом деле, в любом поступке. Страх Божий, это он сдал. Ну, считаем, они попали в этот переплет. Владимир пришел брать, а их нет. Решил убить сына, совзаводить и наградников. Прича настолько... Маната, прича уже была, в роте Исаии. Но тут появляется новый персонаж. Сын. Там не было. И этот сын, он Сын Божий. Бог и человек. Вот теперь они совершенно ничего не понимают слушать его. И он не грехал. Они понимали даже, о чем я пришел к своим и своими вне. Пришел к ни к христиблянам, ни к християм, к евреям. Они день и ночь приносили жертвы. Бараны. Ну, в одном дворе 10 баранов заехал. Это не так просто. Сейчас в интернете все показано. Вот бригады пришли колоть свиньи. Как они их колят. Как они в большом каплике, там, кипяченой водой, там, как общищают. Очень быстро все это делается. Огромная свинья. Он вот затылок где-то... Ргастик, а так, кинжал нажим. Она сразу прокинулась, уже мертвая, готовая дело. Он перерезал ей хребет. Ну, а дальше, как они ощущают, на другое. Вот, если 10 овечек, это много, конечно. А это сразу принесли 120 тысяч. Тысяч! Сегодня ни один комбинат не обработает. Паэт Ларинский говорит, это не до столба характерных было. Там такой рев стоял. Скотина греяли, мычали. Священники ходили по щипалку в крови. И потоком горданов разносилось это все на поля. И каждый баран говорил о пришествии Мессии. Каждый казнен, каждый волк говорил о Христе. А пришел в распятый. То есть они долбили день и ночь. Придет Мессия. Придет. Возьмет грех мира на себя. Исаия об этом говорит, как будто видит даже. Он был изъязан до грехи наших. Мужчин за беззаконие наше. Наказание мира наше было на нем. И ранами мы исцелились. 53 глава. Сегодня с евреями разговариваем. 53 глава. Ни один раввин, то есть священник, но у них священников нет сейчас, раввин, не хочет разговаривать на эту тему. Вот мы с московскими встретились. Мой крестник еврей обращенный, священником стал. Он все, надел, зашел, по-еврейски себе разговаривает где-то. Они высшие молодежи. Боевые, смелые, сильные, там все. Как только 53 главу взяли, не будем об этом говорить. Почему же не будем говорить? 56-ю считаете, 58-ю считаете. 53 глава. Она говорит прямо о Мессии. Он как будто ему видит. Какое? Обезображен в паще сынов человеческих. Живого места нет на нем. О ком это речь идет? Я вам готовился очень просто доказывать. Скажите, было в вашей истории, так что евреи приносили жертву и призову. Да, было. И как, ну, Бог нас в плен отдавал. Мы исправлялись. 20 лет в плену были, а потом освободились. Ну, было? Да, было. А скажите, какой грех вы сделали в первом веке, что вас пленил Тит и Веспасиан и по всему миру рассеяли? Или вам жертву приносили в это время? Нет. Не было. Убивали вы пророков? Нет, пророка не было. Что же вы могли сделать такое, что 400 лет не можете собраться, а сегодня в 2000 лет? Что? Явно, что вы убили не пророка, а господина пророков. Вот очень просто доказывать. Бог за грехи наказывает. С этим они согласны. Чем тяжкий грех, тяжелее, тем больше наказания. Вот доказательства. Больше 70 лет, ну, не было. А тут 400. А теперь уже 400 еще на 5 надо умножить. Значит, это был не просто Сын Марии, плотник из Назарета, а это был Сын Божий. Вот почему 17 глава Евангелия Тиана, первая священческая молитва, как молиться надо. Она шла в единстве народа и о том, что виноградник отдан будет другим. А вот этого они бы простить не могли. Мы избраны. Нам рай обещан, нам небо, а здесь скоты. Они от скотского семени защищат. И вдруг Бог дает им шанс спастись. И отныне Илюк из Ищи, как Павел говорит, этого никогда не простят. Но сейчас потом, вот сейчас, реально, давай так. Христос сегодня, как великий визит, это там удостоился, пришел, и мы встречаем его. Мы бы его приняли, конечно. Но, Господи, зайди к нам в храм. Вот так, теперь дальше. Священник, они не говорили. А вот, Христос бы спросил, а какой веры отновили? Господи, имя Твое славится. Слышишь? Господи Иисусе, Христе Среди Божий. А это что вы делаете-то здесь? Я вам это заповедовал? Нет. Обложились с кадельницами. Все остальное. Я вам где это не мелко? Ты считаешь 4 главу, Евангелия Тиана, толкование-то. Все, ветхозаветие кончилось. А у батюшки горит, это минора, 7, еще пока я, у него 9. Я говорю, зачем ты ставишь 2? Ну, вот это. Ты понимаешь, какой соблазн даешь. Минора обещанная дается. Откуда 2 спичи у тебя появилось? Они говорят, Господь бы с нами рассчитался. Готовы вы принять его или не готовы? Готовы пойти за ним или нет? А, какой-то. А как вы горитесь? Ну, показали, как так-то были. А я вас учил, почему ты, Господи, не записал нигде, что один перстом милили златоуст? Говорят, а сегодня попробуй не так. Ну, сейчас любой старая братца придет, один перстом. Примут они его или нет? А тот бы тогда башин-то снял златоуст. Да там что, к святам-то перешел? Ну, знаешь как, мы не те, что должны быть. И мы должны это осознать. Великие ученые, кто такие, это люди, которые не поверили, что этого не может быть. Говорят, не может этого быть. Что голос человека можно записать. Первый-то как изобрел? Он вот и не поверил. Все равно, может, как-то, как, не знаю, на проволоку записали. Вначале лента была в виде проволоки стальной. А потом лентой ее сделали. А потом фиаромагнитным слоем покрыли. И вдруг все остановилось. 20 лет на одном месте стояли. И этот человек не догадался на головку. Надо пустить высокосчистотный. 50 тысяч. И заговорили. Вот так и здесь. Что нужно, живая проповедь? Ты просто задавай вопрос. Скажи, вот где-то со своими встретишься. Ты молодой, здоровый, тебе бояться никого не надо. И ты скажи там, батюшка. А вот Христос, когда уходил, он давал какое-то завещание. Ну, как обычно, отец уходит или умирает. Он дает самое важное. Дети, вы это помните. Вот наша мама умирала, она только говорит, дети, будьте мирны между собой. Живите мирно. Только оно наказывало. Любите друг друга. И вот сейчас конкретно, я говорю, как вы поступили? Вот конкретно пришел Христос. Воображение. Первый качественный видер. Зашел вообразил. Я его приглашаю к себе домой. Я говорю, Господи, меня прости, но сегодня среда пятница. Тебе никак нельзя есть. И дальше такой разговор получил забав. То есть мы должны реально войти в этот мир. Слово Божие живо и действенно. Действенно. Священник отмахал кадилом. Говорит, лишь бы кадила в руках ходила. И он совершенно не думает о пасте. Люди-то ничего не знают. Выходят за бой от церковь. Они ничего не знают совершенно. Женщины надеты, мужские брюки накрашены. Ну, почему никакого порядка-то нет? Ну, что вы смотрите на внешнее? Главное, сердце. Сердце, душа. Это священник и любви. Он заливается соловьем, стоит, говорит. А тут туда-сюда ходит. Я стоял у храма в Киеве. Там есть такой храм. Самый главный. Семьсот человек зашло за час. Семьсот вышло. Я батюшку спросил, отец Василия, а у вас трамвайный путь-то в старание? Почему прямо в храм-то не завели? Сразу в остановку, сейчас только не ходил. Прямо из трамвая вырос. Здравствуйте. Я вас пооборот. Ничего не знаю. Мы идем с ним. Батюшка, а сколько лет вы священник? Он говорит, 53 года. Я говорю, батюшка, а что сегодня считали апостолов? Он говорит, понятия не имею. Священник. Притом, не пьяница, не блудник. Хороший священник. Сложное место. Ну, Павел говорит, я приду и буду говорить вам в другом языке. Не буду я, как иностранец, для вас. Лучше пять слов, вот пять, чем десять тысяч непонятных. Тьма. Тьма это десять тысяч. И Господь бы сказал, а кто это что-нибудь сказал? Почему? Пастырь Ермой об этом говорил, как строили. Камни, которые отбрасывали, которые отцесали. Это же притча. Мы стояли в днях. Некоторые из вас подходят, спрашивают, ну, как детей сохранить? Как им рассказать? Как ты расскажешь, кроме того, что есть? Нашим детей сектанты даже удерживать не надо. Они уже там. Два-три собрания, и они больше никогда не вернутся. Занимайтесь день и ночь. Научите любить православие. А как? Изучать язык? Мы не можем его изучить. Но что-то поймем. У нас, слава Богу, и в ангеле читается по-русски показать. И чтобы они шаги не делали в сторону. Их не удержать. Вот подрастают у Тани, ну, сам-то еретик, муж. А по одному дети все уходят. И больше их никогда не увидишь. Ну, Саша будет. Их нету. Никого. Мы собрались для того, чтобы познать волю Божию. Волю Божию. Вот это нам надо. Как нам это надо? Приносить плоды. Считай. 20-26 стихи. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы придать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать нам давать кесарю или нет? Он же, разумев лукавство, и сказал им, что вы меня искушаете, покажите мне динарию, чье на нем изображение и надпись. Они отвечали кесарю. Он сказал им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божию Богу. И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Толкование. Фарисеи приготовили сеть, которой, по их мнению, Господу трудно избежать, но в сети сей запуталась нога их. Псалом 9-16. Смотри, какое лукавство. Если Господь скажет, что должно давать под от кесарю, тогда обвинят его перед народом в том, что он в рабство приводит народ, который есть с семьей Авраамова, и никому не работал. Иоанна 8-33. Если он запретит давать подать, в таком случае, как возмутителя поведут его к правителю, государь твой хранит тебя от неприятелей, жизнь твою делает мирной, за это ты обязан ему подать. И иначе, то самое, что ты вносишь, то есть монету, ты имеешь от него же самого. Итак, монету царствую царю и возврати опять. Между тем ты и для себя извлек из нее выгоду, разменивая ее и добывая необходимое для жизни. Так точно и Божие должно воздавать Богу. Он дал тебе ум. Возврати ему оны разумной деятельностью. Он дал тебе рассудок. Возврати ему оны, не уподобляясь неразумным животным, но поступая во всем, как одаренный разумом. И вообще, он дал тебе душу и тело. Возврати ему все и восстанови для него образ его, живя по вере, с надеждой в любви. И в ином смысле должно отдавать кесарево кесарево. Каждый из нас носит на себе или образ Божий, или образ князя мира. Апостол Павел убеждает, что мы как носили образ земного, так носили и образ небесного. И в другом месте отложить прежний образ жизни ветхого человека. Ефесянам 4.22. Что здесь выражено словом «отдавать»? То у Павла словом «отложить». И что здесь названо образом кесаря, то там образом земного, без сомнения, адама согрешившего и ветхого человека. Ибо образ земного – ничто иное, как тление и грех. Каковой образ мы имеем, потому что уподобились отступнику, а не царю. Вы помните, о чем я читал? Перескажите свои основания, кто-нибудь. Фарисеи решили его уловить, думая, что он обычный учитель, понятный. Они же завидовали ему. Вопрос очень серьезный был, от которого, мне кажется, простому человеку своим умишкам не убежать. Потому что реально вилку только поставили. А тут, если это Бог, настолько мудрый вопрос, что, получается, и они сами в него поймались. Он так грамотно ответил, что все, что Божие, отдавать Богу. А кесарю кесарю, то есть, там, не знаю, налог платить или что там. Интересно, по отношению к Господу грамотно ответил, как это сделать. Ну да, то есть, это настолько мудрое, это даже нашим умом не понять. И поражаешься его ответку, что он бы так мог ответить? Вот такой подобный случай. Я нахожусь в старообрядческой микрополии, а они сильно хотят, чтобы я привыкнул к ним. Ну а микрополит вышел, там Антонов, Александр. Я говорю, вы найдите документы, где у меня там отключали. Говорят, старообрядцы это пускают, молнию. Он пошел. Долго не было. Вернулся, а есть ничего не будет. Все это фальш, обман. Обман. А нет, ложь по спасению. Это за милую душу. Ну ладно, не будем считать, что ничего нет. Я говорю, нет. В таком случае, теперь требуется создать другой документ, что то, что говорят у меня, это фальш, а ложь и ничего нет. Это не трудно написать, раз еще нет, и скажут, что ничего нет. Но знаешь, что разговор идет другой. Все понравилось, что я отвечал. И очень даже. А один сбоку подталкивает кто-то и говорит, а как вот вы считаете, вот мы не конья, мы не причастие, настоящее у вас, причастие, тело Христово. Вот теперь я должен ответить. Если я скажу не настоящее, он меня сразу зацепит, а зачем ты там находишься. А если я скажу настоящее, а они 300 лет против этого воюют. Вот это, они мне это сказали, построили такой другого варианта. Я не стал запутывать, я говорю, да, настоящее. Митрополит говорит. А что, что-то мы разговаривали. То есть я должен признать, что причастие во всех храмах и всю жизнь и пекла проспоры не Богу. Я этого разу пойду на это. Я говорю, и как? Ты можешь не храмить, можешь не признавать, но я и католикам скажу, да, это связано со множеством заблуждений. Почему? По положению сохранителей. И сразу наш разговор скрепился. После этого мы тут переписывали. Переписку, виднаешь, слышим, в гарнире никак было. Он прямо расположен был. Я учту, что вы сказали в следующих книгах, чтобы много нового, полезного и интересного я нашел в ваших книгах. Нового для него. А я тогда разохотился, думаю, ну все. Он переходит к нам, на нашу платформу любви. Я говорю, у нас есть люди старообрядцы, сидят дома, хвастятся, пошли вы что-то в храм, и не надо переходить, пусть они и остаются. Потому что мы хератори, сарабя, как не знаем. Он сразу мне обрезал. А вот этого мы сделать не можем. Я говорю, почему? Потому что вы говорите, разницы нет молиться, был перст, или три перст. Да мы с ним молим. То есть они понимают, именно так. Только так. Вот здесь у нас один был, его увезли отсюда, потеряли. И он говорит, то так молятся, все погибнут, в ад пойдут. А ты на иконах на старых посмотри. Как там молятся? Там не трои персты, а тут персты. Но это только символ, символ. Это жизнь там боги твоя. Можно, конечно, и одним пасем, как пишет Федор Ефимович Мельников, очень уважаемый среди старообрядцев. Ну, это время, которое не захватили слуги Мельникова Дмитрия. Они когда пришли, там две формы походили не было. А потом одна, как говорится, превалировала на другой. Видишь, что надо считать. И смотреть, а аналог такой есть, или нет, он со мной стучился именно вот так. Я должен был отвечать. Ну, я ответил, я уже там сейчас думаю, все закончится. Так и было. То есть у вас не было какого-то такого третьего варианта, на который война преселилась? Нет, я признаю вас. Зачем мне это было? Поэтому им, может быть, и трудно было говорить, а мне легко. Я признаю. А кто сейчас, вот, допустим, из вас старообрядцам пойдет, старообрядцам, а они тебя сейчас там под клятву ставят, не признавать святыми ни сера, ни мосоводства нельзя. Понимаете? Ну, вот, если к старообрядцам приходит, что старообрядцам и священник не почитают. Все, что приходит на них, а на Игнатия Влеченея, на Феопада Затворника, Иоанна Хронштадтского, их как будто не было. То есть они верят не делами, которые человек делал в духе святого, а верят в своей узенькой, маленькой, заставу за меркой. И всякую клевету. Вот он, ну, ставите же, он наклонился, священник упала и загорелась, и усяропим это. А старообрядцы говорят, это, говорит, он от папироса, он курил, обрадил папиросу, и усяропим папироса, ну, маленько хотя бы ври, так вот отплевывается. Это не годится так никуда. Иди идти в эту яму лжи. Зачем? Ты будь дружествен с ними. Я тебе снова спрашиваю. Ты с ними встретился. Скажи, самое последнее Слово Божие какое было? Смысл жизни какой? Своим старым летом там задай. Ты молодой, сильный, тебя они сразу не завалили. Какой? Ну, да не ну, а конкретно. Ты скажи, это не написано в Евангелии от Матвея. Последнее. Евангелие от Марка. Первая глава Деяния Апостолов. Идите по всему миру. Идите. И? Что, рыбу ловите? И проповедуйте Евангелие всей твари. Вот у нас на сердце висит. Это не все. Он сказал, идите. И ждите обитованного Духа Святого. А когда получите, 10 дней пройдет. 10 дней это монастырь. На 10 дней Бог основал его. А после этого будете мне свидетелями по всему миру. 1.8. Вот теперь все понятно. Последний наказ Христа был тот, что вышли и проповедовали. Не расслышали и не пошли. И поэтому мусульмане 2 миллиарда, Китай 2 миллиарда подпирает со всех сторон. А это могли быть православные. Вот где надо говорить. А все остальное по сравнению с этим, это так, детские селечки. Страха того же нету. И скажи, вот это последний наказ. Мать умирает, отец умирает. Дает последний. Христос сидит на распятие. И говорит, идите и проповедуйте. Это самый последний наказ. Вот родители уже на подножке стоят в огонь. Это не забывайте, как коров выводить, по их там. Ну, чтобы напарить их надо, доить. Речь идет о живой скотине-то. В огроде тяпой, за жуками там ухаживали, за колорадскими или как там. Корми их картошкой. Ну, что-то бы здорово наказал. Так вот, здесь Господь дает так. Идите, кормите людей. Обрущайте. Получите Духа Святого. И получите, и будете ли свидетелями. Без Духа Святого нет жизни. Дух Святой животворящий называется. И он называется по-гречески параклет, утешитель. Какое бы дело у тебя не было, совсем не так, как ты думал. Дух Святой, утешитель. Приди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны нас. И спаси блажа души наши, благи души наши. Тут все известно нам это. Только надо это так взять крепко и начать исполнять. Он повелел. Я бы не пошел, но я не могу. Я хотел удерживаться. Ирия говорит, но внутри меня в костях, как огонь был разбитый. Как огонь. Я обязан сказать. Я вижу, люди погибают. Я вижу, на дороге человек стоит, а там несется машина какая-то. Ну вот, детишки ходят через дорогу-то. А в это время пьяный несется. Пьяный. И милиция тут же, она ничего не могла сделать. И свой Бобик этот бросили ему. Шоферы, милиционер погибли, но машину-то остановили. Они спасли детей. Это герои веры. Вот этого от нас Бог хочет. Не бойся своих. Ты скажи, какое дал повеление Господь? Храни мы или нет, торопляться? За 350 лет ни одного миссионера. За 350 лет. И они два дня говорили, и три. Ну, а он говорит, просите и получите. И когда просили, чтобы дух святой доставил? Я вам скажу, кто это делал. Два человека. Сто лет один, он торопляться прождался. Семенов, епископ Михаил. И вот этот сейчас, Семен Дурасов. И все, зажали, скрутили. Где Валентина-то? Вот она. Она его знает. Они переписывали с ним. Это у меня в 12 автопе написано. Они не могли ему простить это. Он говорит, епископ Михаилович, они не требовали от приходящих, от старообрядцев оставлять крестное знамение. Как крестницы, так и крестись. Главное, ты понял, что надо жить в мире. Этого простить никогда не могут. Почему? Самое свелепое общество. А я этих сектантам знаю. В конце крайновая жизнь, там адвентисты, там отдельно субботники, это отдельно совсем. Свидетели и Бога, и Горисы, это разное. И как-то можно говорить. Со старообрядцами никак нельзя. Только так. Ты и реки, переходи к нам. Все. Ты и реки, переходи к нам. Куда идти-то? Куда? На полное молчание. Я родился в этом старообрядчестве. Я там вечен у них смещенникам. Но жизни никакой это не дают. Они за мной вот так вот шнеры не ходили все время. Я ходил к баптистам. Андрей, тайно пришел долгов Андрея. Вы слышали, знаете его. Ну, и он говорит, да вы слышали, что Игнатий там говорит у баптистов, и как они вокруг него хучкуются. Он им православие открывает. Мы сказали не ходить, отлучить обоих. А что оттуда баптисты пришли и стали православными, это никакой роли не играет. Пришел отец Пиволагов Александр, кандидат в богословских наук. Наображно еще они молились в это время. Ну, и ему рассказали, пришли, показали, как херстить делать. Он все делает как надо. А смотрят, а он в рясе. Так. Ты кто такой? Молиться надо. Второй подходит. Выйди, поговори. Выйди, поговори. Андрей Педот еще там все видит. И когда вышли на улицу, они на улицу оккупировали. Уже подходит к проспекту Красному, и все, Андрей, когда уже Педотович не выдержал, в конце концов, что вы делаете? Человек нарушил порядок? Нет. Он молился Богу. Так он в нашем храме. У нас же написано на дверях, кто пальцы так слагает, в храм не заходить к нам. Прямо написано на дверях. Что тебе непонятно? Это наша вера такая. Вот у меня в лагерь приезжали дети. Баптист, я говорю, как ты молишься? Он говорит, вот так вот. Мы молимся вот так. Или вот так. Я говорю, ну так и молись. А когда мы молимся, иди молись по-своему. Пройдет две недели, он крестится, кланяется. Мы ни одному ребенку не говорили делать так. Он сам. Он сам. Он видит. Он почувствовал. Родители приезжают. Юрка, ты совсем православный стал. А ребенок-то хороший такой. А родители такие высокие. И он такой же, так называемый. По спорту никуда он ни одного раза не подтянется. А как еще ковид, я считаю. Он увидел. Мы, я повторяю, за 45 лет, ни одному ребенку, у нас баптисты, 50-ки, адвентисты были, цыгане, евреи, грузины, киргизы, кого только не было. Мы ни одного не принуждали. Он стоял, как ты уйдешь? А у нас так принято. Ну так и молиться. Но только молиться ты будешь с нами вместе. Все, родители согласны. Проходит. Ну, две недели даже не проходит. Он раньше начинает. Посмотрел маленько и гляжу. Не умело так, но уже кланяется. А мы говорим о крестном знамении, что оно означает. Радость-то какая. Я поэтому понял, устанавливаться в втором лице. Абсолютно невозможно. И мы оттуда вышли. Реально просто вышли. Приехали в Барнаул. Я исповедовался здесь у священника. Я говорю, они говорят, а мы тебя оттучили, он засмеялся. А что они будут оттучать, когда тебя там нету? Это никакой силы не... Но я сказал, мы исповеди. Отец Семенович, они так мне грозят. Какого значения не имеет это? Если бы ты согрешил, или там... А я вообще с ними больше не ходил, ни разу. Поэтому старобряще, стало у меня вот здесь, с молоком мать. Но работать там не нельзя. Никак. Тебе доказательства-то дурацкие. Какое написал послание Собору. Все вы исчеркнули его. Затравили епископа Михаилу. Такого у него же и не было никогда. Но это мы говорим о том, что виноградник дам. И в этом винограднике надо делать то, что Бог повелел, а не строить свои там какие-то этажи. Бог повелел виноградник приносить. Виноград, плоды. Вот. А плоды, понятно, какие. Это смирение, протос, воздержание, терпение. Водительство Духом Божьим создает вот такую атмосферу. Не надо ни на кого смотреть. Он повелел мне, и я пошел. Они говорят, замолчи. А кого больше слушать, человека или Бога? Апостола убили, как говорят. Нас только запретили. Никакой роли не играет. А мы будем говорить. А мы убьем вас. И на это Господь сказал, буду догнать, идите в другой город. Тогда будет превращение. Если для них Серафим Саропский не святой, я тогда не знаю. Вот такое преображенное лицо, сияющее, смотреть нельзя. Только у Моисея было, и у Серафима. И при том, одну фразу, Моисей сказал, Господь, если не так, вычеркнешь меня из книги жизни. 32-32-32. Это Серафим сказал. Я желал быть отключен, как Павел, за родных мне. Я нахожу кого, кого мне надо, Господь ответил ему. А Серафим, лучше меня отключи. Какая была любовь. И при том, приветом его облепили, со всех сторон. Я не Серафим. Я знаю, что это такое. Выход какой? Не обращай внимания, за них молись, любовь. Молись. И бывает, там Господь трогает их. Они нормально считают. Я старообязанно проговорил, вот это, блаженная Ферфилакта. Они говорят, это неправильно, это не коняльного перепортили. Перепортили Ферфилакта? Да. Но покажите, чем трогает. Да вы знаете греческий язык. На греческом языке у вас трепилакт есть, нету. А с чем это связано? Он не может ответить. Как-то мы, он у Валентина вылез в погоде, там старооблящественное собрание устроили. Я говорю, я в течение полчаса вам докажу, что вы не старооблятся. В течение полчаса. Андрей Первый встал, говорит, я согласен. Старооблящество, это стойкость, это верность, это широта должна быть души, а вы усыпились за памятник. Ну и дальше встал по порядку все места писания говорить, и все разберелось. А мы тогда тебе вот там поддаем. Ну это я верю. Это даже сомневаться не надо. Значит, что в петлю там взять, берега, может быть, не будем до конца добивать, дадим время покаяния. Это хороший ответ для некоторых старообрядцев, которые спрашивают, такая личность, вот его бы обратно к нам. Ну это в основном говорят таки из молодых. Вот. И, собственно, вот он ответ, он сам ответил, почему он не может туда прийти сейчас. Потому что там нельзя как бы работать. Протягиваю руку. Никуда не ходите, не буду жить, моя закончилась. Я вам передаю сокровища. Старообрядцы там собрались, где-то, и в интернет выставили. У нас, говорит, ни одного нету, кто бы мог с ним сразиться. Вот был Евгений Бобков, говорит, он погиб. Я не сражаюсь, я просто открываю ту истину, которую Бог открыл в Евангелии. Я просто вопрос ставлю. Вникая в себя и в учение. Какое учение? Понятно? Что писал о старообрядцах раз, их и не было. И заниматься с ним постоянно. И вот так поступаешь, спасешь себя, и слушающих. Что тебе больше надо-то? Ты спас тебя, и слушающих тебя. 1 Тимопея 4,16. Назначение жизни человека в чем заключается? Познать волю Божию, родиться свыше, преобразованной природой, действуя Духом Святым, исполнить повеленное. Ты должен всегда думать, вечером итог подводить. За неделю пришли вечером, Господи, а так и неделя прожита. Сколько милости было. Как ты тебе воздал за все? И ты увидишь, как молитва твоя наполняется благоухами, и слезали перед Богом. Как многое нам дал. Здесь, вот в этом месте, никто нам не мешает. Такая тишина, все свои благословет грядущего иногосподня. Да, чтобы понимали, чтобы не задавали вопросы, почему он не может, не может, почему он не хочет или не может перейти старобресе. То есть, нормальный ответ. Ничего надо придумывать, а для некоторых так называемых никонян, которые мысль сам. Урадасир Валверджа всегда считается Духа Святого, Господа, истинного уже говорящего. Когда Дьяков прислужит, он истинного не говорит, а наша истина сразу остановится и тогда дальше продолжает. Истинного выбросили слово, мы его включили. У нас больше половины, мы так и крестились, так и крестились. У нас нас ничто не раздущает, никак. Нас объединяет любовь Христа. Безмерно великая, широкая, глубока. Песня такая. Я хотел продолжить. Про то, что некоторые не знают старобрячества, и делают поспешные выводы. Игнатий Тихонович, он с молоком старобрядец, вырос оттуда. И заметьте, тогда Кураев сказал, что Игнатий Тихонович это смесь старобрячества с баптизмом. А почему бы он не сказал, это смесь неконьянства с баптизмом? Однако же он так не сказал? Нет. А что означает любовь к порядку в церкви это старобрячество? А это строгость. Да, это строгость. Понимаете? А те, которые сегодня полтора дня пришли, то еще как-то абсолютно не имеют понятия и что-то за старобрячество говорят. Ты должен узнать этих людей. Если вы говорите, так вы имейте на это право, потому что вы вышли оттуда, вы все знаете и расконально. Поэтому просто надо быть поосторожным тем, кто пытается ну так верхушку где-то посшибал с чужих слов и пытается говорить это представлять как будто это общая точка зрения, общеприлипка. То есть на самом деле все не так. Конкретно к нам старобряцы не могут ничего сказать. Мы можем сказать у вас не за лужья полголовы открыто. Вообще с чего? Почему у вас девчата или кто-то голова открыта? У нас на руках владелец у нее два платка подвязанных почему? Женский полк а не то что она не замужняя нет это не замужняя значит не замужняя она может полковой головой открытой? Ну да а я второй вопрос это до какого возраста? до какого? Она не вышла замуж старая дева ей 58 лет и она все еще полголовой открытая она подстрижает голову свою ты посмотри в каком целомудренном одеянии у нас краб приходит ну сам посмотри какие поклоны сравни со своим колебанием к нам никаких претензий не может быть вообще никак бритые бородами подстрижены у нас ни одного нет ни одного а Петя венчается твой дядя и рядом бритый а я спрашиваю твою мать а это кто такой она а правда а кто такой откуда то там из тайги она понравилась она старая обрядка она еще и смешанные братья приобретает а когда пришло время я уходит осеменилась и развелась все и притом неоднократно это на наших глазах то есть заранее знают что жить не будет индейцы да индейцы это не американцы вышел замуж сколько за время он сразу развелится а то приобретела она приобрела его а он индейец он вообще ничего не знает ну то что 20-ми не знала больше нет слишком много всяких басней при болотах то есть в плане вот этого платка там еще там что-то говорят случай такой что один человек рассказывает священник ну видать из молодых что ли вот когда ел постоянно наливал стакан воды и хлеб ложил а этот человек с ним ел и несколько раз говорит а что это такое ну это как бы вот как вот слово Божие там в этом говорит ты что делаешь ты священник что это за басня ну и тот потом все перестал это делать как так слово Божие то есть ты вот бери там лучи разъясняй растолковывай у нас никакого пленивания вот этих что они делают вообще нет просто по слову Божию собрались мы преседовали как помочь друг другу как засвидетельствовать миру этому как понимать слово Божие регулярно эти занятия проповеди книги вот то есть упрека открыто конкретно никакого никогда не было они это понимают в общем как один сказал время еще не пришло для понимания по всей видимости не знаю когда оно придет уже скоро ходит свет время не пришло а то ты знаешь свое время ныне день спасения ныне сегодня завтрашний день не знаешь что народит тебя родит то есть как события совокупятся сегодня день благоприятный ныне греха благоприятная ныне день спасения ну дальше давай 27-й 40-й стих подопришли некоторые садукеев отвергающих воскресенье и спросили его учитель Моисей написал что если у кого умрет брат имевший жену и умрет бездетным то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему было 7 братьев первый взяв жену умер бездетным взял ту жену второй и тот умер бездетным взял ее третий также и все семеро и умерли не оставив детей после всех умерла и жена и так воскресенье которого из них будет она женой ибо семеро имели ее женой Иисус сказал им в ответ чадо века сего женятся и выходят замуж а сподобившиеся достигнут того века и воскресенье из мертвых не женятся ни замуж не выходят и умереть уже не могут ибо они равны ангелам и суть цены Божия будучи сынами воскресенье а что мертвые воскреснуть и Моисей показал при купине когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова Бог же не есть Бог мертвых но живых ибо у него все живы на это некоторые из книжников сказали учитель ты хорошо сказал и уже не смели спрашивать его ни о чем толкование чадо века сего то есть рождающие и рождающиеся в мире семь женятся и посягают то есть выходят замуж а сыны того века ничего такого не делают ибо умирать не могут поэтому нет там и брака а жизнь ангельская божественная здесь потому и брак то есть смерть и потому смерть то есть брак а там когда упразднится смерть какая нужда в браке ибо брак установлен в помощь смертности и в восполнении недостатка а где нет никакого недостатка там какая нужда в исполнении ибо они равны ангелами суть сыны Божия почему потому что суть сыны воскресения исход 3-6 если бы патриархи навсегда уничтожились и не были живы перед Богом по надежде воскресения то он не сказал бы я есть но я был ибо о вещах поврежденных и потерянных мы обыкновенно говорим я был хозяином какой-то вещи а теперь когда Бог сказал я есть Он показал что Он есть Господь и Бог живых а не уничтожившихся совершенных я бы доказал сектантов кого не признавали некорролические люди а мы будем беседовать с людьми которые только признают пять книг из Нового Совета вместо тридцати девяти этого достаточно а если бы они признавали только одно как оно где это и написано в Писании если ты знаешь то место Писания Господь укажет вот вон он один а дети шестеро ждут когда он ждет да он как огня бы боялся такая стерва живем закапывает мужиков вспомните Тови были там Тови и как он боялся Тови и они за ровно встали еще не расцветало говорит и этого наверное задушило Смадей где бы он ее полюбил и душило этих женихов заранее выступали могилу а служанке сказали а ты загляни там она змеянула и говорит спят нормально нормально все и что дальше а это сколько их было и они один за другим ждали когда она задушит его второй бы уже не взял ее змея душит их мужиков и она больше не пошел у нее они может а так пятый шестой стоит рот разину она удавку на него давит а он еще рот и говорит ну выдумано насквозь в жизни этого не было семь братьев они по возрасту настолько разницы и когда там в последнюю очередь отойдет а там 15-летие на сторонку выглядеть не стало ну а у вас эта притча нереальная первый раз в жизни слышит а Господь так и сказал это выдуманная история как придумали себя не просто так растолковался до этого что-то даже мысли не приходило что правда 15-летний на сторонку кто правда смотреть это у нас привели левочку там 2 года а коляски привезли мальчика он говорит вот смотри жених а это не лест а если 2 года да будет он на такую сторону смотреть или 2 года ну конечно все выдуманное выдуманное фарисеи а это садукеи садукеи это и ледики сектанты ни одного апостола садукея не было когда сектантами говорят вот они верили ну это вы вы их поддерживаете из вас ни одного Бог не избрал а из наших фарисеев получился фарисеи они тщательно все соблюдают старые брятцы это самые настоящие фарисеи в обоих смыслах из фарисеев получаются самые великие апостолы подвижники у них страх божий есть а садукеи там еще и нет надо научиться сегодня градацию провести кто на кого похож вот на меня повлияла книга Виктория Гуго отверженная или безоразная фильм посмотрел он говорит не было бы иной цели у меня как спасти не жизнь но душу оно прожгло у меня буквально евангелия не знал не встречал душу я знаю что душа есть и спаси как он показывает отверженное вот обо мне один серебрянецкий кажется Кирилл написал статью в интернете как я обратился к Богу и вот Пуни говорит вместо Жанна Вальжана роль его не Жан Габенба какой-нибудь артист более суетливый такой и ладно прошел бы даже не заметил Жан Габен играет я ему письмо написал даже во Францию и вот проверил несколько раз просчитал еще фильм посмотрел мне ошибки нету и начался поиск а солдаты вообще никто внимания обладел в том времена там парижской коммуны стрельба и прочее меня это очень сильно тронуло и вот привел Господь и более 50-56 лет позади как вчера мы-то было ты не знаешь в каком стихе тебя поймает Господь я всегда говорю у тебя должен быть какой-то стих Писания который тронет тебя не просто так бабушка водила за руку я привык ходить теперь хожу свечки зажигаю обязательно голос Божий должен тебя коснуться голос Божий как через слово свое а я не могу назвать ну ты не знаешь просто может быть было меня Бог поймал на том с чем я был в это время увлечен я языки изучал разные а кого пришла они пересяти а именно второй главы я не апостол и не участвовали говорили я сразу против этого нельзя сделать я за три месяца язык изучаю за три месяца разговариваешь с теми людьми куда приехал три месяца но за три минуты это невозможно я и слова не знаю а который был дядя Миша он говорит ладно ты не веришь в это нет не верю давай выверем мисик показывать будто отрывает а другой а другой остались одни корочки я подумал резон если принимать нашли телефон я говорю давайте молиться я стал молиться и вот так будто бы с меня рюкзак то снял тяжелый когда ты там в горах идешь аж качнулся я проси чего хочешь я никогда не молился я знал Богородица достойно так и молился а мне 23 года а я своими словами никогда и не молился ну проси чего у тебя нет да чего же у меня нет да у меня все есть здоровье у меня самое высокое на хораде вообще деньги у меня денег корни кают авторитет учусь ну жизнь открытая я понял веры у меня нет веры нет и первая моя молитва была Господи дай мне веры поверь что Библия от тебя и вот у меня как будто бы как шоры какие-то от глаз Бог снял и засветило все я не видел ничего я не слышал ничего но слова эти которые считают это не буквы это как гром с неба я на все отвечаю аминь аминь скорей писать брату Акиму другим сестре Елене написал отцу значит считай к ним относится а ко мне все относится вот это место на котором меня Бог поймал я на вторая глава а у тебя может быть другое я всю жизнь рыбачил никогда не было чтобы лодка тонула а то я не ага писана лодка-то вытащена тебя может на рыбе поймать на карасях на карпах не на горьянах конечно по-всякому можно надо просто вот реально это подтянуть к себе златоуст говорит усвоить что это ко мне ко мне а умер за всех Христос а я должен сказать за меня умер он кровь пролил за всех а ты скажи за меня он сошел меня возлюбил и говорит ты преступник тебе надо быть прибитым я на твое место я заместил тебя вот тогда у тебя сердце разгорит вся любовь сектанты это знаете прямо говорят это твой личный спаситель слово личный и нигде не встречается он православный сектанты постоянно говорят и этим поблуждают человека истинно в это поверить почему было нам слово это не включить это реально законут говорить это мой пришел спаситель Божий Сын я к ногам его пронзенным с раскаянием иду греховой кровью и чистость смыть молю да смыть молю это мой пришел спаситель и когда согрешил как надо Господи ты выгод за меня я себе не принадлежу я твой я как тебя огорчаю грехами своими Господи прости меня вот вчера у меня такое было мне глаз едва не выбило вот ударило куда шестерка провод но это не сегодня назад я встану Господи я сегодня без глаз забыл а опять ты меня спас и послал ангела хранителя все только помолился мощника только прилег опять вот так вот я скорее всего скачу Господи благодарю тебя ангелам послал шкаф по шкафу поколотил чего лежишь там вот так когда ты это знаешь у тебя ложась спать ты скажешь ангел не пройди меня разбуди его не меня и все такое близкое близкое будет какие-то правители молиться какие они несчастные Бога не знают где-то нужда где-то арестованная стоят кого-то казнить собираются как страшно все а я в таком тепле лежу прости меня Господи один пишет я лежу на печи тепло а мать говорит дядя-то на войне может реку переходит где там стреляет а я так лежу сладко мам я не могу сынок надо помолиться это родные наши там помирают сейчас вот это реально надо все представить и моя молитва его там как-то поддержит я разговаривал с такими людьми он один остался от роты один а почему не могу устнуть я тогда встал подальше отошел где все спят а ночью-то снег афины-то подкралися и каждый режет вот сюда вот кинжал втыкает все рот зажал толкнул все мертвый сведущий а кинжал вот такой вот всех порезали я вот там встал неужели я проспал лежу в холме я подхожу все мертвые я с ним разговаривал вокруг меня молитва матери спасла не мог уснуть еще я взял подальше от других а вот это спасло меня это нельзя даже сказать как Бог делает выразить нельзя сердце стучит и благодарит Господи слава тебе ты научись просто благодарить в простоте сердца Богу наша изисканность молитвы и так нужна как сердце вот он все понимает смотрит спасти пойдут последний стих прочитаем уже дает договор 41-47 он же сказал им как говорят что Христос есть сын Давидов а сам Давид говорит в книге псалмов сказал Господь Господу моему си детесну у меня доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих и так Давид Господом называет его как же он сын ему и когда слушал весь народ он сказал ученикам своим остерегайтесь книжников которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах которые поедают дамы вдов и лицемерно долго молятся они примут тем большее осуждение толкование Давид говорит называет его Господом псалом 109 первый стих как же он простой сын ему он был и сын Давиду по плоти но вместе и Бог его а они считали его только сыном Давидовым поедают дамы вдов наполняя чрево и расточая за пределы должного и предлог тому как бы благоговейный ибо под предлогом молитвы и душевной пользы они учат не посту но пьянскую чревоугодию и зато говорит примут тем большее осуждение потому что не только зло делают но и прикрывают оной молитвой и вид у них благоговейный добродетель они делают предлогом к лукавству поэтому они заслуживают и больше осуждения так как добро подвергают порицанию вдовицы должны жалеть а они входят в домы и затем будто бы чтобы долгими молитвами благословить их между тем вдовицы принуждены бывает во случае их посещения делать издержки и таким образом разоряются как наполняют чревы и вот предлога молитвы душевную пользу они учат не посты но пьянству чревоугодию показывают в Аргентине старая грязь как пилит там где-то работает отдыхает валяется но мерки нельзя я не находит это не мерки до зеленых а ты поставь правду в рот не брать никогда ничего не потеряешь нам Бог это открыл и мы обязаны это нести а они этого не делают раз не делали значит засохшее дерево трудиться там работать нельзя я бы узнал свой талант который мне дал Бог а мне ему ухода там никакого абсолютно невозможно еще бы я перед Богом я отвечаю за талант против я никогда не выручу я просто их тревожу чтобы начинайте подражайте Христу подражайте Павлу Семену Дурасову подражайте ваши люди как так можно не понимать раз ты не сеешь еще и не зайдет ты же каждый год сажаешь а Слово Божие сели бросать надо везде а я вот построю дом я пойду проповедую пошел не пошел потом помене место хорошее надо сложить дальше воню не пострадал нет не пойдет вот нам Бог положил на сердце сейчас и назад оборачивать это даже вообразить нельзя невообразимо когда мы собрались первый раз на Москву ехать батюшка только одно слово сказал безумие безумие это вообще до Кемерово еще можно до Томска до Москвы а мы оттуда развернулись вернулись загрузились и пошли до Байкала когда вернулись вы что делаете а мы опять загрузились и пошли в порт находка Владивосток вернулись в следующий год пошли пошли Германия Болгария захватили Австрию а следующий год пошли уже Франция Лиссабон ушли Скандинавию и Прибалтику а следующий год уже пошли по северу сделали все что хотели сколько новых душ пришло вот сейчас доктор богословия Павел Бачков пошел материал в местную епархию обо мне а такая общая а то другое и на тебе это разно принимают но тысячи людей которые пришли в православие из которых знаем но это вы куда делите а один священец нижнего нормы батюшка ну скажите кто он такой он говорит ну совсем не так и патриарха нападает и там они ничего не поймут я хочу выше взять а они расспрашивают он скажите а у него бывает что души обращаются батюшка так это столько душ уже пришло ну а куда он ведет да куда там все в православие патриархии вообще еще надо человек этим определяется куда он тащит а где он живет ну куда тащит он домой и тащит куда он потащит если он домой и все завоевал поймал либо тащит не к соседу же тащит притом всегда оно было что он направлял людей это в баккисты нет там баккисты его как огня боятся ну вообще еще надо вы совсем ничего не соображаете а я не о чем не говорю не то что вот такое бог это делает повторяю это бог делает он мне сказал я выкоплен а хорошо или плохо мне сравнивать я еще такой поездки никто не делал почему надо иметь дары 38 томов они у кого этого нет они их не а я это сделаю пока этого не было и не было и думаю навряд ли будет чтобы такие книги которые людей из тьмы свет выводят попало заключение книга сколько людей пришло через нее книга заключение один пришел оттуда нехорошая статья была я три раза ее просчитал книгу в тюрьме и он стал другой человек а может вернулся на грех я не знаю этого я имел желание очень сильное ничего не знаю все выписываем как останавливаться какие собака же с нами будет как ее защипировать теперь какие документы ветеринарные какие страны покуда шенген заехать лучше у меня целые тетради были переплетены когда поехал это сильно помогло но оказалось кое-что не так менять умоляли только в Чечню не ездите вам все равно вы хотите мучеником быть мы вас поняли знаете зачем с собой берете я говорю я шапер не шапер а вы в Чечне были это одно из лучших мест я прямо говорю как они нас приняли как заботливы какие открытые люди ребята на улице Виктор Николаевич вышел спрашивает они говорят вот тебе и Чечня а мусульмане только голову режут я не говорю что не режут я говорю что нам не отрезали и где мы с ними встречались они нам помогали во Франции где-то там мусульмане встретились в другом месте она увидела к нам подошел у меня муж мусульманин а я православная я увидела как вы креститесь как молитесь это не во Франции или где там в Бельгии вот как Бог делает это Бог делает и назад он сейчас пойдет и скажет а ты можешь кому-то посоветовать нет нет это невозможно просто это невозможно у тебя ничего нету этого это команда должна быть и заметить какая собака как охраняла как мы отдыхали как я занимался это все уже позади я смотрю это моя жизнь как будто это не моя я просто картинки смотрю как вот этот фильм все вопрос вопрос еще вопрос считай вопрос такой объясните пожалуйста кто мы есть и кем мы должны быть кто мы есть я думаю вы сами знаете кто мы есть тут у нас было однажды я говорю знаете следующая тема будет такая почему я такой вредный а один человек идет мне и говорит ну а как я про тебя узнаю я говорю не про меня а про себя расскажи почему я такой вредный ты о себе расскажи он засмеялся и все понимаешь как кто мы такие мы творение Божие созданное на добрые дела и назначение наше такое что мы нашли Христа и верили с ним и верили с ним это кратко а все остальное написано в Священном Писании Бог сотворил мир не на погибли не на уничтожение а на радость и мы должны в это войти пусть войти разрушка война Бог любовь первый мир поток пошел Бог любовь за того это по любви он сделал а самая легкая смерть была даже в этом он увидел благо покоржнулся и к одному еще там дальше нету кто мы такие мы творение любимое самое возлюбленное Богом так что за нас кто у них пожалел отбал сына идинородного мы возлюбил нас тогда когда мы еще были грешниками Павел говорит и звали кто согласится умереть за праведника а он свою любовь доказывает тем что у нас когда мы грешниками были знать не знали поняли кто мы такие мы дети его неразумные и шитори Бог и он раскинул руки на кресте широкого погибельного пути нашему всех захватить и чтобы ввести в долгую вечную жизнь это я за тобой толкаю толкует чтобы понять что такое любовь Божия шаратарус так вымеляли льгота он так разлюбил крест и он так глубоко закопан до преисподней дошел разрушил льгота что бы ни делал господи а как тебе это угодно ягоды собираешь это твое творение господи ты ждал язык который определяет вкус это Бог сделал так а то бы мы не знали что ягоды что редька что хреб нам все равно это это Бог и ты бы что ни делал и все время господи это твоя рука земля грязь в грязь идут человек который никогда не видал когда сажают скажут что делали в связи с ним ухранились семена теперь в грязь куда-то толкают а что вырастет он не видал он в горах налился а один так вот все понравилось говорит ну господи неправильно вот это тыква такая большая лежит на таком стебелек-то какой а орех маленький и прям на дереве ну и походил лег спать а там ворона села долбила что-то орех упал ему колбал господи как мудро а если бы тыква была она говорю тыква-то расколонела бы все премудро и мы даже если это не понимаем ты должен сказать премудро дивно и славно научи нас проникать в это и вечности мы будем с тобой если не ослабеет а если кто ослабеет не благоволит то у душа моя говорит Господь это Павел говорит и все апостолы про это говорят не просто как-то а девность а год а не так а бы как пришел стоял продремал это не пройдет многие бегут на стадионе на листалище бегут по кругу но награду получает один и так и так бегите чтобы получить бегите старайтесь исполняйте посты молительный подвиг любовь милостыня так мы вам ягодные пулки попринесем возьмешь мы набрали да мы уже вчера разносили мы попали вчера направили пять ведерок в избытке мы вообще никак посчитаем мы от избытка все делаем когда человек положил нам дариться пропитание свое а когда у меня ну через верх мука сыпется для меня это ничего не значит тем более не мое я всем говорю вот это ну как это Елена напоминаю все моего ничего нет вот помогаем аплодисменты сущую без сравнения серафим без изменения благослово ручую сущую любовь породит суть я величаем любящий наш отец небес мы представим перед твоим виновище во славе твое святое и страшное имя ты каждому даровал жизни чтобы человек прошел поприще ища тебя примирившись с тобой и исполнил с радостью быть и святой волей твоей святой хвала тебе за этот воскресный день на святую возможность прославлять тебя благослови наших болящих Сергея Анастасия умирающая укрепи дух ее Господи распусти нас с миром брата и этим обозвати в радости тебе слава тебе хвала счастье поклонение отец сына святой дух амин 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 отец Спасибо.